Приехали фуры лайков, разгружай пацаны, ведь сегодня пятый день на Кубке Азии. Вверху сейчас появится опрос, кто выиграет этот турнир. А мы пока по традиции, пойдем посмотрим таблицы всех групп и в конце посмотрим результаты сегодняшнего дня. Итак, группа A. После первого тура у Индии 3 очка, у Бахрейна и сборной Объединенных Арабских Эмиратов по 1 баллу. Таиланд свой первый матч проиграл. В следующей группе B у Иордании 3 очка, у Палестины и Сирии по 1 баллу, у Австралии 0 очков. Напомню, что выходят в плей-офф две лучшие сборные, которые займут первое и второе место. А вот среди третьих команд будет проведен конкурс. Шучу. Четыре лучшие команды, занявшие третье место, также выходят. В группе C со вчерашнего дня ничего не изменилось. У Китая и Южной Кореи по 3 балла, у Кыргызстана и сборной Филиппин очков нет. Четвертая группа D. У двух сборных по 3 очка, Иран-Ирак. У Вьетнама и Йемена бублик. А вот группа F свой первый тур провела только сегодня. Япония-Тургменистан. В этом матче победили четырехкратные обладатели Кубка Азии 3-2. Хотя Тургменистан забил первым. У Японии Юя Осака из Вердера забил два гола. В этом сезоне у него уже 8 голов с учетом товарищеских игр и матчей за клуб. За победителей счет лечился совсем молодой 20-летний Рицу Доан, который выступает в Нидерландах за клуб Гронингем. Япония после поражения от Бельгии на чемпионате мира в июле с тех пор больше никому не уступает. Их беспроверочная серия равна уже 6 игр. Посещаемость невелика. На этой игре было около 6 тысяч человек. Самый посещаемый матч это матч открытия. А вот игру Китая и Кыргызстана посетило меньше всего на турнире. 1 тысяча 839 человек. Узбекистан выиграл свой первый матч у Амана. Возможно кому-то хотелось выиграть с большим счетом, но Узбекистан и вовсе чуть не сыграл ничью, забив победный гол лишь за 5 минут до конца игры. Так что 2-1 это тоже хороший результат. За победителей забивали Адил Ахмедов из китайского клуба Шанхай Сиф, в котором еще играют бразильцы Оскар и Халк. Второй гол на счету Эльдора Шамуродова из российского Ростова. Отметим еще удаление Узбекистана в конце игры. Это третья красная на турнире. 5 лет назад в товарищском матче победил Аман 1-0. Узбекистан и Япония захватывают лидерство, одержав важные в психологическом плане победы. Япония в этом году еще сыграет на Кубке Америки. Будет это летом 2019-го. Представьте, если она выиграет. Япония чемпион Южной Америки. Группа И. Саудовская Аравия разгромила Северную Корею вчера 4-0, а сегодня в этой группе Катар обыграл Ливан 2-0. Хишам Аль Рави выступает в чемпионате Катара, а второй гол у Абдулы, который сейчас без клуба. Ливане может выиграть уже свою шестую игру подряд. Катар же впервые побеждает за последние три матча. Последняя встреча этих команд прошла 5 лет назад. Тогда Катар разнес Ливан 5-0. У Саудовской Аравии Катара в таблице по 3 очка. У Ливана из Северной Кореи по 0. Итак, вы видите, что после первого тура есть удивительные результаты. А значит, что турнир будет непредсказуем и интересен. Кстати, вы не забыли проголосовать в вопросе. Расписание на завтра, 10 января. Бахрейн, Таиланд, группа А, а также в этой же группе Индия ОАЭ. В группе Б сыграется всего лишь один матч Иордания-Сирия. В списке бомбардиров есть изменения. У Чи Три из Индии и Тареми из Ирана, как и прежде, 2 гола. У Осаки из Японии 2. Автор же высказывает здесь свое мнение относительно фаворитов. Если у вас есть о чем сказать, обязательно напишите. Смотрите и слушайте следующий выпуск, посвященный Чемпионату Мира 2022 года в Катаре. Не забудьте оценить выпуск. Пока.